МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель КНР обратился к участникам международной выставки в Чунцине. Главы дипломатических ведомств Китая и Италии обсудили в Пекине двусторонние отношения. В КНР создали управление по развитию частного сектора экономики. Ливни и паводки не помешали китайской логистической отрасли сохранить тенденции роста. Участники международного форума в Пекине обсудили актуальные проблемы экологии. Искусственный интеллект стал одной из главных тем китайской ярмарки торговли услугами. Медиакорпорация Китая анонсировала серию телепередач о сельском хозяйстве. В Нинбо состоялась церемония передачи факелов для эстафеты огня азиатских игр. Архитекторы перенесли древнюю картину на фасад спорткомплекса в Ханчжоу. Китай и Казахстан отмечают десятилетие сотрудничества по программе «Один пояс, один путь». Большие данные, облачные вычисления, искусственный интеллект, блокчейн и другие новые технологии сегодня быстро развиваются и трансформируют глобальные производственные цепочки, отметил Си Цзиньпин, обращаясь с приветственным письмом к участникам Экспо интеллектуальной индустрии. Международная выставка прошла в городе Чунцин на юго-западе Поднебесной. Китай уделяет приоритетное внимание развитию цифровой экономики и стремится к массовому внедрению передовых технологий в промышленности, заявил председатель КНР, подчеркнув, что страна нацелена на сотрудничество в области инноваций с другими государствами. Сотрудничество Китая и Италии в рамках пояса и пути принесло значительные результаты. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Пекине с итальянским коллегой Антонио Таяни. По словам китайского дипломата, за последние пять лет объем товара оборота между двумя странами увеличился с 50 до почти 80 миллиардов долларов, а экспорт из Италии вырос примерно на 30%. Китай готов поддерживать открытость и взаимовыгодные связи с Италией, сосредоточиться на практическом сотрудничестве, поощрять обмены, а также способствовать дальнейшему развитию китайско-итальянского всеобъемлющего стратегического партнерства. Глава китайской дипломатии также отметил общий вклад двух стран в развитие китайско-европейских отношений и призвал сохранять взаимное уважение и равноправное сотрудничество перед лицом геополитических вызовов. Антонио Таяни, в свою очередь, заявил, что Италия рассчитывает на дальнейшее укрепление сотрудничества с Китаем и более тесные контакты на высоком уровне. Обсуждение этих и других вопросов, в том числе глобальной инициативы «Один пояс, один путь» министры продолжили в ходе 11-го совместного заседания Китайско-Итальянского межправительственного комитета. В Китае создали управление по развитию частного сектора экономики. Новая структура займется координацией и внедрением мер поддержки частного бизнеса со стороны государства, сообщили в Госкомитете по развитию и реформам КНР. Здесь будут разрабатывать и координировать стратегии развития предпринимательства в стране, а также механизмы взаимодействия с представителями частного сектора экономики. Это поможет предприятиям не только эффективно работать внутри страны, но и стать конкурентоспособными на международном уровне. Сильные ливни и паводки, которые в начале августа обрушились на северные и северо-восточные районы Китая, ощутимо повлияли на объем региональных логистических операций, но не нарушили стабильные работы национальной логистической сети, а пострадавшие районы быстро восстановились. Такие выводы делает Китайская Федерация логистики и закупок. Согласно опубликованным данным, индекс экономических настроений в логистической отрасли Китая по итогам августа превысил 50%, что говорит о росте активности в этом секторе. По мнению специалистов, стимулом для роста спроса на логистические услуги в августе оставался летний туризм и связанное с ним увеличение потребления. Международный форум по экологическому развитию состоялся в Пекине в рамках китайской международной ярмарки торговли услугами. Главной темой конференции стало сокращение твердых бытовых отходов и их влияние на окружающую среду в условиях глобального потепления и изменений экономического ландшафта. Проблема низкоуглеродного развития промышленности стоит очень остро, а утилизация промышленных отходов – один из основных вопросов в реализации концепции безотходного города. По словам специалистов, снижение выбросов углерода в промышленности является одной из приоритетных задач для достижения Китаем заявленных целей углеродной нейтральности. Ключевыми отраслями в этом смысле остаются электроэнергетика, черная металлургия и производство стройматериалов. Чтобы вот так управлять компьютерным персонажем, еще совсем недавно требовалось громоздкое, сложное и очень дорогое оборудование. Технология захвата движения была эксклюзивом крупных киностудий. Сейчас она доступна даже на обычном смартфоне. То, что вы видите, – это живая демонстрация возможностей искусственного интеллекта. Именно он обеспечивает мощность вычислений и реализацию таких впечатляющих задач. Все, что нужно от пользователя – просто встать перед смартфоном. Технологии на базе искусственного интеллекта – в этом году одна из главных тем китайской международной ярмарки торговли услугами. Разработчики обсуждают перспективы его внедрения в самых разных сферах. Алгоритмы и вычислительная мощность, необходимые для обработки и хранения данных, есть во всех современных устройствах. Это значит, что искусственный интеллект можно использовать в общедоступных приложениях. И это полностью меняет правила игры. Пока масштабное внедрение искусственного интеллекта ограничивается возможностями гаджетов. Крупные алгоритмы требуют большой вычислительной мощности, трафика и электроэнергии. Поэтому дальнейшее развитие технологии потребует целого ряда инноваций на уровне микрочипов, считают эксперты. При этом они отмечают необходимость регулирования и надзора за использованием искусственного интеллекта, в том числе по этическим соображениям. Медиа-корпорация Китая готовится выпустить серию телевизионных программ о достижениях КНР в области сельского хозяйства и строительства. Все передачи цикла посвящены перспективам возрождения деревень в Поднебесной. Холдинг анонсировал 20 спецпроектов в рамках новой серии, в том числе программы «Разбогатеем вместе» и «Счастливое путешествие в новую деревню». Также медиа-корпорация Китая порадует зрителей гала-концертом в честь праздника урожая. Перед 19-ми азиатскими играми в Китае проходит традиционная эстафета огня. Торжественная церемония передачи факелов для символического забега состоялась в городе Нинбо провинции Джинзян. В честь этого события на сцену вышли представители всех 11 городов региона, через которые проходят маршруты эстафеты. Сами игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в шести городах Поднебесной – Ханчжоу, Нинбо, Вэньчжоу, Дзиньхуа, Худжоу и Шаосине. Организаторы подготовили к азиаде десятки спортивных объектов. 45 стран и регионов континента отправят на соревнования в провинцию Джинзян более 12 тысяч спортсменов. Для многих из них игры станут пропуском на летнюю Олимпиаду. Китай построил несколько новейших соревновательных и тренировочных площадок, чтобы провести азиаду на самом высоком уровне. В их числе спортивный центр «Фуян Иньху» в городе Ханчжоу, где скоро разыграют почти 50 комплектов медалей. Это место веками славится живописными пейзажами, которые вдохновили архитекторов нового спорткомплекса. Они решили воссоздать на фасаде здания старинную картину с горной грядой, возвышающейся над городом. Когда мы прибыли на место строительства, нас очень впечатлили эти горы. Мы сразу поняли, что хотим спроектировать такое здание, которое будет вписываться в пейзаж и отражать местную культуру. И мне кажется, нам это удалось. По своей форме здание напоминает традиционные для этого региона дома. Изгибы крыши повторяют очертания гор, поэтому спорткомплекс гармонично вписывается в ландшафт почти с любого ракурса. Чтобы изящно обыграть эту тему в оформлении фасада, архитекторы обратились к известной картине старых китайских мастеров. Для облицовки мы решили использовать почти 35 тысяч декоративных плиток. Меняя углы наклона этих своеобразных пикселей, мы воссоздали старинную картину с помощью игры света и тени. Может, звучит это довольно просто, но воплотить идею в жизнь удалось далеко не сразу. Чтобы изобразить горы, нужно было отрегулировать углы наклона тысяч плиток от 15 до 85 градусов. Все плитки пронумеровали, а перед тем, как начать облицовку, дизайнеры смоделировали на компьютере их расположение. Пейзаж на фасаде ожил после шести месяцев кропотливой работы. В течение дня движение солнца меняет оттенки картины, а ночная подсветка здания создает еще более впечатляющий эффект. Так красота природы, живописные традиции и современные технологии связали прошлое, настоящее и будущее Ханьчжоу. В этом году китайской глобальной инициативе «Один пояс, один путь» исполняется 10 лет. Одним из первых к ней присоединился Казахстан. Так открылась новая глава в сотрудничестве Пекина и Астаны. Программа позволила запустить совместные проекты по развитию телекоммуникаций, производства, спорта, культуры и многих других направлений. Два государства связало интенсивное автомобильное и железнодорожное сообщения, а также международные торговые маршруты. В прошлом году поезда перевезли через границу между Китаем и Казахстаном 23 миллиона тонн грузов, на 20% больше, чем годом ранее. При этом общий двусторонний товарооборот превысил 31 миллиард долларов, почти на четверть обойдя прошлогодний показатель. По официальным данным, страны совместно развивают более 50 проектов в области производства и инвестиционного сотрудничества на общую сумму свыше 20 миллиардов долларов. Поднебесная стала крупнейшим направлением экспорта для Казахстана, а по объему импорта и общего товарооборота заняла второе место. В числе важных направлений сотрудничества – наука, техника, зеленая и цифровая экономика. Год назад при участии бизнеса и технологий КНР Казахстан запустил новую ветряную электростанцию в Алматинской области. Мы намерены развивать данный проект с компанией PowerChina и увеличить мощность возобновляемых источников энергии в Селегском коридоре с 60 мегаватт до 810 мегаватт. Мы подписали соответствующие соглашения в рамках Международного истанинского форума. Сейчас ведем соответствующую работу для того, чтобы реализовать проект в строк. Совместное строительство ветряной электростанции в Казахстане стало знаковым проектом программы «Один пояс, один путь». Уже за первый год работы новый объект помог наладить стабильное энергоснабжение 70 тысяч домов и сократить выбросы углекислого газа на 160 тысяч тонн. Редактор субтитров А.Семкин